сейчас пойдем в парк патриот который мы еще не посещали вот здесь рядом с центральным паском около маяка ну отлично приближаемся вот здесь музей люди моря музей голландской кухни и музей макет фартов кронштадта а это вход туда к маяку вот зашли мы в парк патриот отсюда видно бухта а 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 ну и выставлено все военно-морское оружие глубинная бомба в виде бочки с устройством для ее бросания в воду пардон за терминологию я ее не знаю самонавладящая электрическая торпеда 40 крылатая ракета п-15 м глубинная бомба повышенной скорости погружения бпс фугасная авиабомба модификации сорок шестого года авиационно-противолодочная торпеда вот наши авиаторы бросали какие военные военные уже послевоенные все крылатая противокорабельная ракета к-10 2-х трубный торпедный аппарат 53 вот хоть посмотрим из чего торпеды пускают наверное вот такие вот судя по размеру телеуправляемая электрическая самонаводящая торпеда 65 ну судя по размеру похоже может и уместится в те трубы зенитная управляемая ракета б-611 так вот здесь вот пропустили мы минный защитник что это такое поступил на вооружение в 1926 году и был предназначен для защиты минных заграждений от вытравливания путем разрушения контактных тралов понятно обратите внимание вон подводная лодка стоит из нее выхлоп идет вот морская якорная мина образца 1908 39-х годов самонаводящаяся электрическая торпеда 40 а это наверное труба для нее точно однотрубный торпедный аппарат от А-40 вон прогулочный катерок бежит смелые люди в такую погоду так а вот автоматические корабельные установки артиллерийские интересные 2М3М 2М3М и почувствуем себя за прицелом артиллерийской установки а вот еще одна артиллерийская установка покрупнее 37-миллиметровая корабельная автоматическая артиллерийская установка б-11 это вдвоем ее крутят получается два места для операторов и педаль снизу две педали даже ну и по правде говоря вот эта часть которая находится в вухте часть парка Патриот построенного недавно как-то достаточно скромненько выглядит по отношению к той части парка Патриот где адмиралы все выставлены около собора морского тем более в прошлом году например там было бесплатно а здесь 300 рублей билет стоит для пенсионеров конечно скидки есть но все равно народ вот пацаны впереди идут и разочарованно говорят что не за что здесь платить не за что здесь платить дальше уже идет современное все похоже более менее современное зенитно-ракетный комплекс ураган он сейчас людям знаком он сейчас людям знаком и не за что здесь он там но в тот день что здесь шлюпка Ял6 а это видно установка для спуска этой шлюпки на воду такой вот кран здесь уже надо подальше отходить не умещается шлюпка рейдовый камер это рейдовый катер а не шлюпка это проект 330 м рейдовый наверно из-за того что когда корабль встает на рейд во рту чтобы можно было перемещаться от корабля до берега извините я не моряк ни разу так что с терминологией у меня тяжело а вот это командирский катер проект 1390 стриж капитанов на берег возили немецкая пушка 88 миллиметровая точнее то что от нее осталось видно поднялись со дна вот она пушка сама махина здоровая сколько она весит масса 5 тонн обалдеть это наверное остатки от ее станины поворачиваемся в другую сторону смотрим что такое минный защитник такой красивый схромированной этикеткой может что-то удастся прочитать обнаружен в 2018 году при устранении минной опасности на трассе морского участка строительства газопровода северный поток так что это такое у нас якорная мина тоже со времен войны еще наверно о какая красота на гусеницах куча движков манипулятор какой-то робот вон какие клешни у него лежат морской телевизионный комплекс мтк 200 да вот впереди у него две клешни вот такие вот иллюминаторы с толстенным стеклом еще один робот но уже однорукий но зато с большими глазами называется этот аппарат подводный аппарат риф это вообще что-то гигантское тоже манипулятор его на руки у него подводный аппарат лангуст что такое большое серьезное вот даже по размеру сравните с теми малышами никакое сравнение не идет ой какая прелесть рыбка сверх малая подводная лодка проекта 907 3 тонн 1м экипаж два человека автономность семь с половиной часов водоизмещение вес тонна 600 глубина 40 метров погружения и размер ширина метр сорок три высота метр тридцать восемь вот здесь в кабину можно заглянуть вот здесь хорошо солнышко светит вся кабинка видна интересно так и человек где а вот здесь на двоих два кресла даже стоит вот такая рыбка а это рыбы уже побольше и оформила классно с глазами называется смех малая подводная лодка тритон 2 да от тритона 1м отличается очень сильно размером эх наверх подняться нельзя полазить все закрыто так а это вообще гигант вот даже не знаю как вам показать сейчас назад отойду вот вот такое вот чудо наверх к сожалению тоже все закрыто сейчас вид спереди покажу вот две лапы два манипулятора лебедка глаза наверное где-то наверху а нет вот вот иллюминаторы прожектора ну и размер конечно впечатляющий это называется это называется ацетономный подводный аппарат а с 22 вот смотрите размеры так но это еще не все следующее вообще не объять сейчас пройдем его и я вам покажу относительные размеры этих аппаратов тоже смотрите какие мощные манипуляторы у него спасательный глубоководный аппарат ас-5 так сейчас отойду подальше чтоб вы видели в перспективе вот вот это вот ас-5 потом его младший братик и пошло и поехало до самых миниатюрных так с этой стороны кунги какие-то потом прочитаем эта кунга оказывается рекомпрессионная станция передвижная для водолазов на базе зил 131 и идем дальше вот здесь остался старый маяк струнный навигационный знак большого кронштадтского рейда здание войсковая часть министерства обороны обшит деревом но высота хорошая у него рейдовый катер не влезать так это у нас светооптический аппарат FEN200 в общем прожектор а это антенный пост РЛС по цвету цели ураган диэлектрическая коробка с антенной радиолокационная станция фрегат размеры впечатляют конечно на волноводах тамбовский комсомолец проход запрещен наверно в праздники пускают на корабли здесь о контейнеровоз поплыл да простят меня моряки за терминологию а это что то такое боевое стоит вот отсюда маяк виден хорошо сегодня сегодня не пускают туда тамбовский комсомолец а в это впрочем как то что а icio д д Вот, контейнеровоз пошел. С зумом тяжело издалека снимать. Вот какая катушечка с веревочкой. Убалдеть размеры. На этих веревочках корабль привязан. Ну вот и все. Вот военно-морская часть парка Патриот. В моих видео вы видели уже тот парк Патриот, который около военно-морского собора. Но сейчас я тоже туда подойду. И если есть силы, поснимаю и там. Всего доброго, друзья. Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok